открытая студия это открытая студия радио 1 в доме правительства московской области всем здравствуйте с вами мира алекса и сегодня в программе принимает участие экскурсовод музея заповедника дмитровский кремль роман сунгуров роман николаевич здравствуйте день добрый здравствуйте спасибо большое что пришли к нам сегодня сразу хочется рассказать нашим радиослушателям что роман николаевич вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса лучший по профессии в индустрии туризма московской области 2020 года в номинации лучший экскурсовод или гид все правильно роман николаевич поздравляем вас с таким прекрасным результатом пожалуйста расскажите вот что лично вам дает участие естественно сам результат но в целом что-то вынесли из этого конкурса огромное спасибо за поздравление но на самом деле конечно очень много полезного сам по себе конкурс который продолжается уже больше десятка лет который сначала проводил министерств культуры московской области теперь комитет по туризму московской области в этом году он получается был необычным потому что он был не не было там до очного это было только было только заочное участие и я не первый раз получается в нем принимал участие было немножечко непривычно вообще мне кажется что в этом конкурсе все таки если бы принимали участие все замечательные экскурсоводы нашей московской области то у меня шансов но смысле была бы очень большая конкуренция вот действительно потому что экскурсоводов московской области огромное количество очень интересных что касается непосредственно моего проекта этого года который представлял и получается пришлось делать ролик непосредственно вместо очного участия очного присутствия я представлял этот год конечно 75 летия победы но в прошлом году я участвовал с этой темой поэтому в этом году а мы сделали такую трехчасовую прогулку с использованием автобуса безусловно тоже которую мы назвали на рукотворных берегах и посвящена эта экскурсия это экскурсионный проект канал имени москвы истории строительства этого грандиозного гидротехнического сооружения о которой собственно говоря до сих пор снабжает москву волжской водой до значительная часть очень значимое такое да и история она очень сложная очень противоречивая это и трагичная такое и героический этап нашей истории поэтому захотелось рассказать по максимуму обо всем поэтому вот сам проект рассчитан на три часа он безусловно включает себя посещение музея-заповедника дмитровский кремль части экспозиции которая посвящена каналу а так сложилось что большого специализированного музея посвященного канала строительству канала имени москвы у нас нет конечно это та тема которая достойна освещение но сложилось именно так есть ведомственные музеи есть соответственно отдельные экспозиции в различных музеях в нашем дмитровском тоже есть после экспозиции мы отправились на территории бориса глебского мужского монастыря это в пяти минутах ходьбы от музея непосредственно где располагалось управление строительства канала да то есть это место невозможно не посетить а затем уже на разные точки берегов нашего канала в частности орева где была пристань собственно до сих пор она существует только не используется замечательными сохранившимися советских времен скульптурами волейболистов скажем вазонами такого вот советского 30-х годов до 20 века советского периода затем следующий этап это берег канала на южной оконечности дмитровой где стоит памятник крест 13 метровый установленный в девяносто седьмом году в память о строителях канала и завершается берегом канала в районе города яхром и около шлюза номер 3 за знаменитыми каравеллами колумба да то есть вот скульптурными вообще канал интересен прежде всего тем что в архитектурном отношении он удивителен неподражаем его создавали с учетом того что каждое строение даже маленькая электроподстанция должна быть красивой должна быть стильной и соответственно эстетическая сторона она учитывалась да безусловно и здесь вот стиль такого советского классицизма с колоннами полуколоннами барельефами скульптурами а то есть порой не ожидаешь идя по берегу канала что можно наткнуться на скажем скульптурную композицию да то есть или небольшое здание с электрической подстанции но с колоннами да и спортиком античному то есть на самом деле удивительное место удивительная такая нераскрытая тема поэтому вот решился именно на нее в этом году сколько шла подготовка этого проекта роман николаевич ну мне повезло в том что сотрудники музея заповедника дмитровский кремль да собственно говоря наш директор всячески мне помогали поэтому ну и сама тема канал у нас тоже отражена да поэтому готовить скажем какой-то фактический материал не было так сложно сложно было соответственно посетить все необходимые точки до снять непосредственно фильмы но по сути непосредственно создание это где-то две недели но до этого еще естественно всяческая подготовка понятно кропотливая работа с информацией да но зато теперь этот маршрут один из маршрутов музея заповедника дмитровский кремль то есть мы им пользуемся да ну если честно пока нет да пока не пользовались потому что обстановка не очень благоприятствует но в общем и целом это будет действующий хороший маршрут об этом обязательно тоже поговорим роман николаевич а что-то в процессе подготовки этого маршрута вот тогда когда шла работа непосредственно с информацией были какие-то может быть открытие сделано или что-то интересное найдено о чем до этого может быть особо не говорилось вот какие-то факты но что касается фактов к сожалению вот фактический материал скажем о строителях канала по большей части он уничтожен да то есть значительная часть архива канал имени москвы в сорок первом году было просто-напросто утоплено поэтому найти какую-то новую информацию сложно да мы копались еще у себя в архивах несколько фотографий интересных нашли действительно в частности целый набор фотографий сделанных к открытию канала тридцать седьмому году таких вот очень официальных очень отретушированных но по-своему интересных вот это да это действительно на было затем конечно же прогулки по берегу канала и такие симпатичные места да и места заросшие порой да где достаточно сложно пройти до себя хотя бы мы поняли и осознали а можно ли совершить этот маршрут скажем вот сюда пешую часть да нормально ли это да да пройдет ли группа прошла 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 вы говорите что пока еще не было до групп по этому маршруту уже вот таких вот экскурсионных в связи с пандемии вот с этой ситуации почему еще да к сожалению именно связи с тем что работа нашего музея ограничена была ну тогда когда ограничения были сняты на некоторый период в общем-то посетители интересовались нашими классическими экскурсиями то есть вот как-то никто не решился на это путешествие трехчасовое но надеюсь в будущем все впереди а на кого рассчитано это путешествие роман николаевич три часа я так понимаю это от и до до для того чтобы погрузиться полностью да да дело в том что пунктов много безусловно каждый из этих пунктов может существовать отдельно да и по сути дела да там эти экскурсии они и были и есть до борисоглебский монастырь скажем да экспозиция а так прежде всего как показывает практика последнее время самые частые наши посетители помимо школьников из подмосковных городов и из москвы это семьи то есть очень большое количество то есть значительный перевес последние наверное пару лет идет именно на семьи на небольшие группы поэтому и появилась такая идея да если не используя автобус то собственно та же семейная машина на которой семья приехала да можно использовать на в качестве экскурсионной а поэтому здесь каких-то возрастных ограничений какой-то специфики наверное нет потому что ну старались рассчитать на широкую аудиторию да то есть для того чтобы было понятно и интересно и взрослым и соответственно детям в общем маршрут уже готов к использованию так сказать и вот если сейчас кто-то заинтересовался то вполне можно принять в нем участие и узнать историю создания канала имени москвы и трагическую и собственно вот и красивую я хочу напомнить в открытой студии радио 1 сегодня принимает участие экскурсовод музея заповедника дмитровский кремль роман николаевич сумгуров я также хочу напомнить что роман николаевич вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса лучший по профессии в индустрии туризма московской области в номинации лучший экскурсовод с интересной историей маршрут посвященный истории канала имени москвы называется на рукотворных берегах на этот конкурс было представлено открытая студия роман николаевич когда узнали что вы в лидерах вот поделитесь эмоциями вот она на самом деле эмоции были положительные радостные потому что наверное не рассчитывал я еще раз оказаться скажем так в лидерах ну многовато уже да в принципе есть много наслуженно вот может быть наверное но на самом деле просто захотелось тут же реализовать и до притворить жизнь то есть родила одно дело послать на конкурс как бы ну наверное даже и не ожидая да а чуть-чуть все таки подзабыть потому что а много других было вопросов а как только узнали о том что этот проект все таки среди победителей тут же захотелось его опробовать непосредственно посетителях а кстати как посетители реагируют вот приходят они в дмитровский кремль ага вот это же лучший экскурсовод вот надо вот обязательно вот это вот тоже экскурсию нужно посетить это дает какой-то не то чтобы больше приток я так понимаю что дмитров и его достопримечательности всегда интересно это отдельная такая жемчужина московской области но в целом вот такие победы и проектов и ваши личные они интересны посетителям гостям я так думаю что проекты до которые в чем-то побеждают это большой большой плюс действительно это привлекает людей а безусловно но не знаю я все время говорю что собственно все лучшие да ну потому что если есть лучшие то по идее должны быть худшие да у нас не одинаковые все лучше но а то что дополнительный раз да не них не скажу лишний до дополнительный раз дмитров звучит да и музей-заповедник дмитровский кремль звучит это на самом деле очень приятно но потому что это действительно не мое достижение не только мое достижение наше общее поэтому до радует и дополнительно людей привлекают потому что они действительно спрашивают спрашивают есть так расскажите роман николаевич вот я знаю что уже достаточно долго вы работаете музей-заповедники дмитровский кремль то есть я не ошибаюсь более двадцати лет все верно как за это время меняется посетитель гость турист как меняются программы насколько они должны идти в ногу со временем как работа ваша меняется ну здесь наверно должен сказать что-то наподобие а ну вы знаете но на самом деле да 22 года в музее музей очень сильно поменялся потому что экспозиции у нас 2004 году целиком и полностью обновились так как из успенского собора мы должны были в 2001 году выехать и появляются новые экспозиции такие как дом кропоткина до дом звездинского а то есть много нового и в самом музее хотя скажем принцип что предмет это главное он все равно остается а может быть это можно списать на некая бедность муниципального музея до что много интерактивных технологий запихнуть в экспозицию поместить прошу прощения да в экспозиции мы не можем это действительно да так а с другой стороны а переборы в всяческих цифровых носителях интерактивных элементах они уже показали себя чуть-чуть отрицательны и большинство центральных музеев от этого отказывается и вновь приходят к предмету да непосредственно классическому да классическому естественно хорошо оформлены естественно дополненному порой может быть да реальностью да вот восстановленный или еще чем-то но все-таки все-таки предмет что касается посетителей на посетители становятся заинтересованнее и умнее вот действительно это так люди которые целенаправленно скажем семьями приходят они уже знают что они хотят они уже не единожды были во многих музеях и они более требовательны и дети да собственно говоря школьники тоже я не сторонник говорить хотя некоторые от некоторых слышал да что детям ничего не нужно нет на самом деле нужно и они на самом деле с каждым годом становится все интереснее с ними все интереснее общаться как в период пандемии расскажите как велась работа такой сложные достаточно время было для всех сфер для музеев в том числе и потом ограничения различные да вот на первых порах показалось что делать будет нечего но потом оказалось каждый день ходить на работу и собственно говоря работать столько же времени сколько и обычно потому что такая грань как экскурсии до записи экскурсий экскурсии одного экспоната рассказ о предмете всевозможные какой-то элементы интерактива с обращением соответственно к будущим посетителям допустим которые вынуждены побыть пока на изоляции много-много всевозможных дат на которые нужно было собирать информацию до собирать фотографии оказалось что музей действительно может жить грустновато конечно да но может жить и функционировать также активно без посетителей а безусловно посетители очень важны да и лично вообще не не заменит ничто ничто и никогда но мы полностью осознали что музей может напряженно работать именно вот выкладывая в сети на сайты свою информацию и в принципе заниматься есть чем но это помимо научно-исследовательской хранительской работы да ведь музей популяризация это только одна из трех основных да один из трех конечно на который ставится музей а что касается сохранения предметов до музейных и их изучения то у нас все шло своим чередом то есть здесь люди приезжали несмотря на ограничения пускай не каждый день но а мы все равно старались чтобы эта работа не останавливалась ну вот мне особенно это было нужно и важно не знаю но можно ли говорить о том что я как бы да не только экскурсовод но и заместитель генерального директора по научной работе но вот я не знаю не спишет ли меня тут же с конкурса вот вдруг это была тайна поэтому музей без посетителя он продолжал выполнять свои функции просветительскую в том числе а как сейчас работаете какие-то ограничения они все равно же да получается что у нас до 7 ноября вновь музей закрыт для посещений мы очень сильно рассчитывали встретить всех наших любителей на ночи искусств то есть третье число это был на 3 ноября это была такая цель которую мы стремились и старались создавали программу есть было что показать теперь мы все это будем показывать в прямом эфире даже в двух прямых эфирах то есть мы будем транслировать прямое эфир с беседами нашими генерального директора с приглашенными людьми в инстаграм соответственно ютуб на ютубе будет идти будет выкладываться прямые трансляции на наших экскурсий программ лекций интерактива концертов то есть все что мы готовили это все на самом деле будет то есть просто пройдет это в виртуальном пространстве это пройдет в виртуальном пространстве при закрытых дверях так скажем но соответственно в живую же да только увидеть нас могут да там наши подписчики во сколько все это начнет традиционно с 18 00 до 23 до 23 но я так понимаю обидно конечно что невозможно прийти в музей принять реальное участие но наверняка аудитория будет расширена я так понимаю большее количество людей сможет побывать так сказать на ночи искусств посредством интернета роман николаевич да я так надеюсь что присоединится большее количество людей хотя вот да и на ночи музея на ночи искусств вот когда к нам в нас за ночь посещала там две с половиной три тысячи человек там две тысячи то есть на нас искусство меньше я думаю что и так достаточно широкая людям будет удобнее в том плане что они смогут сидя дома посмотреть все что у нас есть да и не бегать из скажем здание в здании из помещения в помещении это непосредственно для наших посетителей для наших зрителей будет удобно все равно будем надеяться что скоро мы уже все вернемся к привычной жизни в связи с этим готовите что-то новое в музее роман николаевич вот как-то используете это время на то чтобы еще что-то помимо программы на руководотворных берегах которая ждет своих посетителей еще что-то появилось да мы на самом деле стараемся сейчас заручиться сотрудничеством как можно больше количество учреждений организации школ гимназий даже благотворительных фондов для того чтобы делать совместные программы для того чтобы скажем дети приезжали к нам уже целенаправленно да то есть это прежде всего тематические проекты тематические экскурсии у нас очень удачно и хорошо прошла целая серия экскурсий сделанных по программу школьных учебников то есть вот тот проект который реализовывался у нас подмосковье очень широко я так думаю что что-то наподобие такого проекта более расширенного может быть специфичного может быть направленного на аудиторию с ограниченными возможностями мы безусловно будем реализовывать то есть проекты уже есть договоренности уже есть а что касается самих экскурсий вы прекрасно понимаете что скажем 1 экскурсия по одному залу это там минимум 20 вариаций в зависимости от интересов людей возраст людей наклонностей и заказа то есть вот в одном единственном зале скажем посвященном дворянской культуре а можно провести да там пару десятков разных совершенно экскурсий почти не повторяясь как интересно то есть зависимость от аудитории от того запроса да да то запрос от той тематики да вот мы сейчас стараемся именно таким образом разнообразить готовим именно такое чтобы для тех кто к нам уже приходил в тех же самых залах рассказывать но совсем по-другому для того чтобы интерес не пропал я понимаю что сейчас опять-таки такое достаточно сложное время ограничений сложно оценивать насколько увеличивается количество туристов и в дмитрове в том числе и в музее-заповеднике но все-таки вот так вот если посмотреть роман николаевич кто в основном приезжает насколько иностранцам интересно и дмитров и достопримечательности вот правда оценить достаточно сложно до связи с тем что сейчас все ограничено но если чуть-чуть взять скажем предыдущие данные да там прошлого года позапрошлого года а то здесь можно выделить тенденцию что примерно на 10-15 процентов именно посетителей музея в год увеличивается иногда побольше что касается в целом туристов которые приезжают на территорию нашего дмитровского городского округа то это количество неизменно увеличивается и над большее количество процентов на безусловно а что касается на специфики на аудитории вот у нас много стало приезжать из других подмосковных городов то есть если изначально это была москва и скажем более отдаленные города мы сотрудничали с владимиром с ярославлем а то сейчас посетители из других подмосковных городов приезжает миграция по сама московской области может быть это зависит от того что передвижениях ограничены да поэтому в общем то нужно приезжать туда где где можно да куда можно приехать и и очень много приходит людей а последнее время которые признаются что они живут или в дмитрове дмитровском городском округе или неподалеку вот живут уже много лет ни разу не были в музее то есть сейчас идет приход в музей тех людей которые на несколько десятилетий забыли его существование и сейчас к нему возвращается видимо возрождается интерес видимо есть такие особенности житейского характера да которые возвращают людей в музей но это здорово и может быть кстати вот эти вот время как вы уже сказали ограничений да и передвижение ограничение оно также привлекает людей посмотреть что же есть в моем городе что есть рядом со мной интересного что-то пропущено же как выясняете роман николаевич а с чего вы бы вы посоветовали начать осмотр и самого дмитрова и музея заповедника с какой экскурсии с вот какой то совет как от специалиста но знакомство с городом безусловно начинается с его исторической части да то есть территории дмитровского кремля успенский собор наш кафедральный храм прогуляться по пешеходной части нашего города конечно посетить экспозиции скажем художественных коллекций где представлены на первом этаже предметы церковного искусства да причем есть очень интересный уникальный существующий в единственном экземпляре на втором этаже предметы из дворянских усадеб расценивающиеся именно как произведение искусства да потому что мы еще представляем дворянство в другом здании как историческую такую экспозицию безусловно экспозиция посвященная до славянской истории и ранней славянской истории то есть дмитров с древнейших времен до конца 18 века здесь за один день обойти все невозможно да когда приезжают группы даже семьи и говорят покажите нам все это сложно потому что пять действующих экспозиции да некоторые из них там по восемь залов да и более всего смотреть невозможно поэтому предлагаем конечно прогуляться по кремлю если хорошая погода да и по центральной части города и посетить какую-нибудь одну или две экспозиции здесь уже по интересам если это детишки то наверное до археологии средневековой истории да да если это люди интересующиеся наукой и может быть чуть-чуть политикой тогда дом музея петра алексеевича кропоткина да безусловно на втором этаже там у нас выставка минералов то есть и для летишек будет интересно если это паломнические до туда если люди на едут духовно обогатиться то это безусловно успенский собор на той же территории дмитровского кремля борис и глебский монастырь и дома здесь серафима звездинского епископа дмитровского то есть вот по сути вот можно варьировать программу как угодно на свой вкус спасибо большое спасибо что пришли к нам сегодня приняли участие спасибо огромное вам очень приятно было в открытой студии радио 1 принимал участие экскурсовод музея-заповедника дмитровский кремль роман николаевич сунгуров спасибо до свидания удачи спасибо большое открытая студия